После решения больше не финансировать группы продленного дня в начальных классах, мэрия объявила, что продленки с этого месяца будут платными. Три часа будут обходиться ежемесячно в 360 лей, в 6 часов в 690. При этом на бесплатное посещение могут рассчитывать только социально уязвимые семьи. Родители, чьи дети в эту категорию не входят, заявили, что подготовили петицию и намерены обратиться с ней в мэрию. Была сформирована рабочая группа из директоров, бухгалтеров и многих других участников. Установлена формула 360 леев за три продленных часа и 690 леев за 6 часов. Столько теперь родители будут платить ежемесячно, чтобы их дети, ученики начальных классов, могли оставаться в школе дополнительно в неучебное время. Мэрия заявляет, что решила установить фиксированные суммы после того, как выяснилось, что в некоторых школах родители все еще платили деньги за группы продленного дня, хотя эта услуга финансировалась мэрией. В итоге выяснилось, что оплачивали и мэрия, и родители в большинстве случаев. Некоторые родители платили от 300 до 1000 с чем-то леев. При этом не было никакой ясности по этому процессу. Члены Ассоциации «Солидарные родители» квалифицируют этот аргумент как лицемерие. Это величайшая лицемерие со стороны Управления образования. У нас было много дискуссий относительно того, что в некоторых школах, не во всех, собирают деньги с родителей. Мы провели опросы в 2024 году, и тогда 40% родителей сказали нам, что не платят за группу продленного дня. Остальные родители даже не знали, что за продленку платят управление. Согласно новому регламенту, родители будут получать платежную квитанцию, а деньги будут проходить через казначейский счет учебного заведения. Таким образом, несмотря на все протесты и письма, муниципалитет настаивает на том, что покроет расходы только социально незащищенных семей. Речь об освобождении от этого налога примерно 6 тысяч детей или 20% от числа тех, кто нуждается в группах продленного дня. Остальные родители говорят, что сдаваться не намерены и завтра отправятся в мэрию подавать петицию. Почему многие другие мероприятия, организуемые мэрией, бесплатно, а услуга, в которой нуждаются так много семей, по-прежнему платная? Вызывает сожаление, что мэрия решила сократить эти социальные расходы, будучи одними из самых богатых муниципалитетов в стране. Группы продленного дня в начальных классах столичных школ мэрия финансировала 3 года. Отказ с января и дальше это делать здесь пояснили нехваткой бюджетных средств, учитывая, что в государственный бюджет поступает 23 миллиарда леев. С другой стороны, правительство заявляет, что в нынешнем году отчисления мэрии были увеличены почти на 40 миллионов леев. Сегодня Ион Чабан объявил о запуске петиции с призывом к центральным властям отчислять в местный бюджет половину средств. Это около 11 миллиардов леев.